МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Единственный в Приволжье и один из немногих в России. В советском районе Мариэл началось строительство уникального агропромышленного объекта, селекционного центра, возможности которого позволят полностью обеспечить потребность местных производителей в курином яйце. Напомню, об этих грандиозных планах агрохолдинга Акашева заговорили менее года назад на встрече президента России Владимира Путина с главой Мариэл Леонидом Маркеловым. Не зависеть от американского сырья и обеспечить отечественных производителей качественным селекционным материалом. Такова была главная идея проекта, который обсуждался в прошлом году на встрече на самом высоком уровне. Планы по развитию агропромышленного комплекса Мариэл президенту России Владимиру Путину представили глава Мариэл Леонид Маркелов и генеральный директор птицефабрики Акашевская Николай Кривош и получили добро на их реализацию. Дело в том, что сегодня яйца породы КОП-500, прежде чем попасть в инкубаторы, расположенные в Мариэл и в других регионах страны, проделывают долгий путь в полземного шара. Из США в Гамбург, из Гамбурга в Россию. Расстояние в несколько тысяч километров отражается в первую очередь на стоимости будущих бройлерных куриц. В 2014 году эта проблема должна уйти в прошлое. Недалеко от села Колянур, что в окрестностях поселка Советский, заложен репродуктор первого порядка. Это часть крупного инвестиционного проекта, реализуемого на территории республики птицефабрикой Акашевская при поддержке правительства Мариэл, компанией КОП Европа и Россельхозбанка. Инвестиции на данном этапе, создании восьмой очереди, составят свыше 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Мы очень рады, что благодаря Государственному банку в принципе в России появится возможность производства в рамках репродуктора первого порядка. Надеемся, очень уже, собственно, мы ждем завершения проекта, потому что проект длится с 2005 года. Соответственно, восьмая очередь, связанная с репродуктором, будет являться логическим завершением этого проекта. И мы надеемся на выход в следующем году предприятия Акашевской птицефабрики на 200 тысяч тонн мяса с полностью законченным циклом производства. Пока на этих полях еще только расчищают место под строительство репродуктора. В его корпусах разместится племенное стадо – куры, несушки и высокопродуктивные породы. Производственная мощность репродукторов составит почти 160 миллионов штук инкубаторного яйца в год. Это покроет 20% потребности всей России в таком яйце. Проект федерального значения позволит создать более 1200 рабочих мест в четырех районах Мариел и будет способствовать комплексному развитию республики. Начало строительства репродуктора первой категории говорит о том, что предприятия Акашевской будет закончен цикл производства, единственная в Российской Федерации. Здесь будет производиться яйцо первой категории, что такое бабушка-дедушка, который будет давать папу-маму. Папа-мама уже будет производить бройлер. То есть не нужно будет из-за рубежа это яйцо приводить. Но самое главное другое, какие перспективы открываются. Сегодня мы говорим о 200 тысячах тонн куриного мяса, а если мы будем производить яйцо, которое не нужно не закупать, а будет производиться в республике Мариел. И, как сказал сегодня представитель компании КОП, это будет 20% всего яйца, которые необходимы для того, чтобы обеспечить Россию полностью куриным мясом. По сегодняшним стандартам. Представляете, что птицефабрика Акашевская или другие птицефабрики могут совершенно спокойно развивать мясное производство и до 1 миллиона тонн. Это стратегическое направление, которое, в общем-то, правительство определило для себя и для компании Акашевская. И мы будем делать все, чтобы и далее компания развивалась, и этот проект был завершен, и многие другие. Строительство репродуктора в рамках реализации восьмой очереди проекта птицефабрики Акашевская планируется завершить менее чем за год, в июне 2014-го. Помимо Советского района, объекты ветеринарно-селекционного племенного центра будут построены в Маркинском, Новоторьяльском и Сернурском районах Мариел. ТВ и радио на Патриаршей представляет Ты хочешь это видеть? Второй фестиваль фейерверков в нашем городе Ты хочешь это слышать? Финалисты конкурса «Пульстар» Хедлайнер фестиваля – модный диджей Руслан Нигматуллин 9 августа – феерия звука и света на Патриаршей площади Генеральные партнеры фестиваля Мегафон, Сбербанк, Мариавтоцентр, Матрица, Мариэнергосбыт Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей Мегафон, Сбербанк, Мариавтоцентр, Мариавтоцентр